здравствуйте меня зовут светлана налетова я рада что вы заглянули на канал сад без секретов не так давно мы с вами побывали в теплице у садовода светланы иосифовны мартыновой она рассказала вам как нужно ухаживать за сладким перцем в августе для того чтобы собрать не по одному два крупных плода а продлить плодоношение этой культуры до самой осени и вы сразу же начали задавать вопросы какие же сорта замечательные согласитесь сорта сладкого перца выращивает наш эксперт в этом видео светлана иосифовна вам расскажет о тех надежных и прямо скажем беспроигрышных гибридных сортах сладкого перца который она с успехом выращивает вот уже несколько лет в условиях южного урала но прежде чем вы начнете смотреть это видео поддержите наш канал для этого достаточно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк давайте обратим внимание на мою любимую культуру перец я сажу практически одни гибридные сорта у меня есть любимые сорта это рубик помпео кинг твере до сих пор с первой покупки моего гибридного перца уважаю стэнли но в этом году получились мои же любимые перцы просто я бы сказала уникальными вот посмотрите это мой любимый рубик это вот мой любимый кинг это вот рубик до такой степени был тяжелый что умудрился отломать большущую ветку поэтому ко второму пришлось привязывать вторую вторую ставить опору и подвязывать вот обратите внимание какие тяжелые большие красивые перцы это вот мой тоже любимый сорт помпео но здесь проблема вон отломилась ровно половина с четырьмя огромными перцами у меня 30 кустов 15 сортов каждого перца у меня по два костика вот это тоже помпео посмотрите какие чудесные плоды большие вот это оранжевая красавица вот у меня все сорта видите на каждом сорте у меня есть своя бирка тоже полновесные большие чудесные перцы хочу обратить ваше внимание на два новых сорта к сожалению сорт аркана а также от тяжести просто отломился и поэтому вы видите только одну треть этого урожая чем хорош этот сорт мы с вами привыкли пасынковать перцы так а посмотрите сюда будьте добры вот это пасынок это пасынок и на пасынке вырос перец второй новый сорт я сажу их первый год это сорт эспартана это аркана это испартана урожайность не просто хорошая но еще и на пасынках на пасынках еще есть дополнительные перцы то есть если вы начинаете пасынковать свои перцы то есть обрывать все снизу оденьте очочки и посмотрите если есть бутончик отрывать его не надо новые сорта перцев вот последнего как бы я бы так сказала ну по последнее достижение вот в семеноводстве они уже способны давать перцы не только на макушке на развилке как мы с вами привыкли но еще и давать перцы на пасынках для уральских садоводов это просто подарок потому что у нас короткое лето мы с вами не успеваем собрать такой урожай как на юге и вот этот подарок семеноводов это просто замечательно прошу вас запомните аркана и эспартана это новые сорта и как видите очень даже чудесные я прошу вас обратить внимание еще вот на что у нас теплицы маленькие и мы хотим много и всего пять перцев у меня не вошло я увидела прошлом году в интернете как женщина сажает перцы в ведра я взяла большие горшки и высадила 5 оставшихся перцев вот такие контейнеры место у меня дорожка у меня широкая поэтому я эти перцы поставила вдоль дорожки и вот обратите внимание то есть ничего не пропало перцы вполне вполне перевалочные горшки они у всех садоводов практически есть в обиходе значит у меня здесь чуть-чуть есть дренаж я сажу первый раз я не знала как это будет поэтому я насыпала дренаж у меня там старый из старых горшков насыпан керамзит потом у меня здесь хорошая смесь смесь очень питательная у меня здесь компост моя листовая земля потому что у меня очень много берез и у меня есть возможность в мешках просто в мешках сделать листовую землю я беру листья по весне или по осени когда у меня есть на это время я беру листья беру 100 литровые мешки слой березовых листьев побрызгала раствором мочевины следующий слой и так за один сезон я к мочевине еще добавляю комик или байкал что у меня есть и за один сезон у меня получается листовая земля вот здесь перегной листовая земля почва с моего огорода вот прямо с отсюда же с грядки зола и полное минеральное удобрение обязательно потому что объем маленький и растению очень трудно ему нужно если здесь можно попитаться и у соседа отнять и куда-то под дорожку залезть то здесь закрытом пространстве обязательно должно быть полное минеральное удобрение вот на 5 литров q у меня где-то пол чайной ложки я не перебарщиваю ну и конечно чтобы почва не перегревалась в семечкой замульчирована а все остальное поливы подкормки а все соответствует перцем которые здесь но так как все-таки они растут в закрытом пространстве не на воле то понятно что размер растений немножко меньше но достаточно вот три уже есть и здесь вот есть бутоны и есть уже маленькие завязи так что не бойтесь не бойтесь если нет возможности посадить где-то в другом месте вот вполне подойдет ну нет у вас перевалочных горшков ведра пластиковые есть в каждом доме какие-то кастрюли которые можно продырявить тоже есть в каждом доме поэтому я думаю что наши челябинские садоводы придумают чего использовать для этих целей там вот у меня квикли это сорт для первой еды как я говорю я сейчас проберусь и сорву и покажу вам вот это сорт квикли я не скажу что он для маринования на мариновании идут более толстостенные а этот покушать это в салат это в супчик это просто скушать свежим сладкий стенка где-то 0 606 не больше вот давайте даже просто вот разломим вот видите но его достоинство это то что много ранний и сладкий то есть не нужно пренебрегать и такими сортами еще раз хочу обратить ваше внимание что перцы перцы посмотрите какие огромные вот посмотрите какие они огромные какие небольшие вот это моя ладонь а вот это перец толстый такой хороший я бы так сказала упитанный то есть достойные достойно это вот сорт помпео еще повторюсь желтый это сорт рубик я к нему очень хорошо отношусь потому что он беспроигрышный нравится мне сорт king крупный хороший вот он тоже видите какой чудесный вот его тут четыре штуки но он более поздний у него срок созревания больше попозже 1 зреет помпео потом рубик потом king ну что ж как видите светлана иосифовна в основном выращивает не сорта а гибриды и каждый год в своей теплице к надежным беспроигрышным гибридным сортам добавляет еще несколько новинок для того чтобы испытать какие-то прогрессивные что ли новинки современной селекции в комментариях к этому видео я прошу вас рассказать а что из сладкого перца любите выращивать вы сорта или гибриды какие сорта и какие гибриды вы считаете самыми надежными ну и поддержите наш канал для этого достаточно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк удачи